Дорогие гости, здравствуйте! Мы очень рады вас приветствовать в центральном выставочном зале «Манеж». Сегодня у нас в рамках выставки «70-е сопричастности» состоится встреча с легендарным художником, главным редактором «Собака.ру», участником многочисленных неофициальных выставок, участником нашей выставки, Анатолием Павловичем Белкиным. Я думаю, что больше говорить не имеет смысла. Это легендарная фигура, уже не первый раз у нас в гостях в «Манеже», и я передаю ему слово. Спасибо. Вот я услышал, что я участник многих неофициальных выставок, и это лишний раз подтверждает, что очень хорошо, что мы здесь собрались, потому что с этим, конечно, надо разобраться со словом официальный, значением слова официальный и неофициальный в отечественном искусстве. И «Манеж» предпринял грандиозную попытку как-то показать, что по прошествии определенного количества времени вещи, если они являются искусством, они таковым и становятся, совершенно невдирая на их прошлое, левое или правое. К троцкисты они были или близки к Зиновьеву и Каменеву. И мне кажется важным, потому что несколько, такую небольшую преамбулу сделать, потому что здесь много людей, во-первых, которые очень хорошо знают этот материал, и не хуже, чем я, и много очень людей, которые родились в то время, когда вообще трудно понять, что происходило. Давайте с этого и начнем. Итак, 70-е годы, мы, конечно, будем говорить не об экономике, мы будем говорить и об искусстве, об изобразительном даже искусстве, еще сузим. 70-е годы в стране были достаточно благополучными. Они были без потрясений. И если думают, что искусству для того, чтобы оно было ярким, мощным и интересным, нужны потрясения, может быть, в этом и есть какая-то доля истины, но мы поговорим о том, что происходит над нами, а потом, когда кое-что выясним здесь и отвечу на вопросы, немного здесь, больше там, мы поднимемся наверх, и я вам проведу экскурсию. Мне это легко сделать, потому что 95% авторов, которые там носит, я знал. Многие еще, слава богу, живы, но многих, конечно, и нет. Итак, и 90-е годы, да? К 70-м годам совершенно ничего не осталось от мощной энергии постреволюционного искусства, от этого выброса таких изобразительных форм и таких направлений, которыми долгое время и до сих пор питалось мировое искусство и в области изобразительного, и в архитектуре, и в дизайне. От этого ничего не осталось. Все это было к 70-м годам надежно упаковано и спрятано в запаснике. Слава богу, там поддерживалась определенная температура, и вообще речь идет о музее. Все это хранилось, видеть это было невозможно, знали это только специалисты. Хотя еще были живы очевидцы, была жива любимая ученица Казимир Семилиевич Малевича, Лепорская Анна, которая жила здесь неподалеку, были живы многие ученики Филонова, но они практически не играли никакой роли. И жизнь была такой тайной жизнью какой-то, тайной жизнью неучастия. Очень хорошо про это сказал Владимир Волков, один из очень интересных, глубоких художников, который, я однажды пришел к нему, у него стоит маленькая открытая и бутербродик. Я говорю, что происходит? Там умер кто-то? Он говорит, нет, нет, я просто отмечаю праздник. Я говорю, какой? 25 лет моего неучастия ни в каких выставках. Вот, и, конечно, рухнула идеология внутри. Никто ни во что не верил. Народ и партии едины, был чисто формальный лозунг. Коммунизм, все поняли, недостижим. И был такой молчаливый договор художников в широком смысле с властью. Власть особо не придиралась, но в это время совершенно исчез, кроме того, что надежно было похоронено то, что было сделано в постреволюционные годы, надежно был похоронен и сталинский высокий социальный заказ. Уже никому не были нужны гигантские картины, прославляющие мощь вождей. Уже не заказывали огромные вещи спортивных праздников, то есть превосходство нашего тела и духа над всем миром. И все это сменило такая спокойная, внешне суровая романтика и прославление таких тихих ребят и девчонок, которые едут куда-то за туманом, за запахом тайги. То есть чем дальше от цивилизации, тем, значит, они как бы более героические. Появился так называемый суровый стиль в живописи. Насколько он был суровый, трудно, мы поднимемся, посмотрим. Это скорее был такой прием колористический. И с другой стороны, заказ, который любые художники отлично чувствуют, мы можем даже это видеть по сегодняшнему времени. К сожалению, художникам нужно кормить семьи и жить. С одной стороны, с другой, они очень чутко реагируют на то, что происходит наверху. Мы поговорим и о других художниках, которым было совершенно на это наплевать, которые занимались настоящим формотворчеством. И были такими серыми утятами в этой белоснежной стае исполняющих социальный заказ. Такие тоже были, конечно. Потому что все-таки искусство – это цех. В любом цехе, в любом цехе любого завода есть пара настоящих алкашей, такие настоящие левши, которых бы давно выгнали, да выгнать нельзя. Кроме них никто не сможет справиться. То есть они остаются хранителями вот этого мастерства. То есть они могут сделать то, что не могут сделать другие. Это есть в каждом цехе. Иначе бы все пропало. То же самое было, конечно, и в союзе художников. Так вот, заказ на то, что художник является работником, работником искусств, он продолжался. Скажем, автопортрет с бригадиром на фоне пейзажа или вышек каких-то нефтяных. И бригадир-человек, и художник-человек. И у них бутылка стоит. Ну что ж, простая человеческая слабость. И закуска нехитрая. То есть, как бы художник перестал быть демиургом. Художник, никакой он не поэт. Это не Александр Блок. Это не Вячеслав Иванов. Это такой же простой, понятный, близкий народоперсонаж. Единственное, что его инструмент это не зубилая отвертка или там. А это кисти и краски. Поэтому они, в общем, с людьми труда говорят на равных. В 70-е годы, в 70-е годы, вообще здесь надо уточнить, что такое союз художников. Что это вообще за организация. И что такое правое и левое. Союз художников объединял в себе примерно 3,5 тысячи разных профессиональных людей. Это были художники-декоративисты. Это были художники-граффити. В них еще существовала секция книжек, граффити и так далее. Были живописцы, скульпторы, стекольчики и так далее. Более-менее этот союз, да, должен сказать, что этот союз художников в Ленинграде был 3,5 тысячи человек. То объединение профессиональных художников Нью-Йорка начитывало 68 тысяч человек. А в Лондоне 45 тысяч человек. Но в отличие от Лондона и Нью-Йорка, где это было чисто формально, это был такой профсоюз, где очень мало кто из этих 60 тысяч жил на свое творчество. И все мечтали, вообще любой художник во всем мире, это счастье, это благословение судьбы, если удается жить, занимаясь своим творчеством. Союз художников и вот та странная ситуация с Советским Союзом, не совсем нормальная, давала возможность человеку, который заканчивал, я просто знаю, такого фамилию, конечно, говорить не буду, который на дипломе скульптурного факультета вылепил очередного, ну, студенческим еще затором, вылепил скорбного солдата над могилкой своего сослуживца. Вы прекрасно знаете и помните, что каждый приличный колхоз, каждый районный городок должен иметь такого солдата. И вот, поколучив на дипломе 5, этот человек мог всю жизнь лепить вот этого скорбного солдата в плащ-палатке, с автоматом, прижатым к груди. А дальше были варианты, или маленькая девочка с ним, или убитый сослуживец, или просто цветы, или каска, это уже легко все делалось. Однажды случился казус. Он поставил очередного такого солдата, но плащ-палатку он вылепил, она должна была развиваться на ветру, чтобы придать такого романтизма. Но все-таки это бетон, и она была такой большой, что она перевесила. И вот скорбный солдат на глазах у изумленной публики в Орловской области тихо завалился на спину. Это был, конечно, конфуз, но тем не менее, вот эта совершенно абсурдная жизнь, она существовала. Существовали люди, которые, такая маленькая гильдия внутри цеха, которым поручалось к каждому празднику писать гигантские портреты с сухой кистью, которые украшали Дворцовую площадь, а в Москве они украшали Красную площадь, завешивался гум. И эти люди тоже, они ничем не занимались. Может быть, они писали какие-то пейзарики, но основная их работа была к празднику изготовить эти портреты. Требования предъявлялись высочайшие. То есть сначала на портрет никто не смотрел, его переворачивали лицом к стенке. То есть какой-нибудь член полюбера стоял лицом к стенке и смотрели, не проступило ли какое-нибудь пятнышко от лака или разбавителя на той стороне. То есть технические требования были таковы, что холст должен быть безупречно загрунтован, потому что он был на улице, он был перед народом, мог пойти дождь, снег, град. Он должен был быть крепким. Но какое это отношение имеет к искусству, но какое это отношение имеет к творчеству. Тем не менее, любое сообщество не однородный состав, а когда говорят о художниках, то тем более. И конечно, в глубине Лосха были свои тайные люди, которые никогда не получали заказ на портрет члена Политбюро, никогда не любили скорбного солдата или родину-мать. Они тихо жили, они занимались чем-то своим, они служили искусству так, как могли. Они встречались с людьми, которые разделяли их взгляды. Время было совсем не людоедское, совсем нормальное. И эта жизнь, ведь ли думают, что она требовала какого-то подвига, вовсе нет. Это просто генетически были настоящие художники, которые решали какие-то свои пластические задачи. Была группа в самом Лосхе. Лосх, объясняю, это Ленинградский союз художников. Художники старшего поколения очень любили повторять такую шутку, что все члены Лосха не стоят одного члена Босха по отношению к молодым. Так вот, конечно, были единомышленники, конечно, были группы, конечно, были люди, которые думали о живописи прежде всего, которые интересовались фактурой, которые интересовались каким-то культурным прошлым, которые доставали книги. Это было время, когда, ну, журнал «Гебраус График», издающийся в ГДР, достать было невозможно, его зачитывали до дыр. Это казался глоток свежего воздуха откуда-то оттуда, да? Ездить за границу в командировки могли очень немногие. Да и куда они ездили? Они ездили Прага, Будапешт, страны Содружества, там тоже замечательные музеи. Но, еще раз повторяю, таких было немного. В Союзе художников в те времена как-то сложилась, не неформально сложилась группа, которую потом, группа 13, 13, которую называли «Левый лосх». Что значит «Левый лосх»? Они не писали суровых парней, рыбаков, космонавтов, они делали что-то другое. Чатик работ мы увидим наверху. Среди них был, например, скульптор Константин Симон, гениальный человек. Единственная работа, которую мы все видим, и она стала символом, это вообще единственная работа, которую ему удалось реализовать за всю долгую жизнь. Это разорванное кольцо блокады. Вот этот мощный образ, который вообще, я должен сказать, мне кажется, может меня кто-то опровергнет, что хорошая картина, хорошая скульптура, вообще хорошее произведение искусства должно, вообще закон искусства максимально больше сказанным минимальными средствами. Вот здесь, о такой невероятной истории трагической, безумной, пахнущей бессмысленной кровью и смертьями, как блокада, человек сделал это разорванное кольцо. Вы все это, конечно, помните, это растиражированная вещь, но автора никто и забывателей не знает. Это ему часто помогало, когда он попадал в милицию, он был такой экзотический человек, с огромной бородой, такой библейский философ, и влюбил, конечно, выпивать. И когда его забирали в милицию, ему стоило, он вынимал какую-то этикетку, с какой-то вытолки, и там это разорванное кольцо блокады, и говорит, это я сделаю. Вы немедленно выпускали. Нравы были, конечно, более человеческие в этот период угасания социалистической реальности. Егошин Герман замечательный художник. Вообще, вот эта группа, их интересовала краска. Они были такие французскими, они поклонялись французскому колориту, французской свободе, после импрессионистической. Они разрабатывали какие-то свои идеи, поскольку они были вполне благонамеренные, благонадежные, и занимались живописью. Живопись вообще не опасна. Слово гораздо конкретней, и внимания у Цезаров к ним было больше, то им даже устроили выставку, которая прошла с большим успехом, группа 13. Одновременно это все, о чем я говорю, это было покрыто такой шапкой, грубовато, конечно, звучащей, как бы это официальное искусство. То есть эти, ну как можно представить сейчас, что художники, которые состояли в Союзе, могли пойти и купить китайские кисти, или бумагу, или тушь, или мастихин, или сангину какую-то, или акварель. Как можно себе представить, что это нельзя купить? Было всем вообще. То есть Советский Союз 70-х годов представлял собой такое достаточно странное образование. Вместе с тем, вот эта изолированность от европейской, мировой, современной культуры, которая творится каждый день. Вот пока мы здесь с вами беседуем, нельзя быть уверены, что где-то в мастерской какой-то человек не делает какую-то замечательную вещь, которая через короткое время перевернет наше представление о том, что будет происходить дальше. Вполне вероятно. То есть это не прекращающийся процесс, это понятно. Так вот, в этой изолированности была некая степень свободы с одной стороны, а с другой мы могли считать себя первооткрывателями. И вот это чувство собственного, такого собственной исключительности, оно, конечно, помогает жить всегда. Как выяснилось, оно часто было ошибочным. Но тем не менее, многие вещи, которые давно уже были реализованы, которые уже много раз были написаны и прочитаны, нам казалось, глядя на работы старших друзей, что это сделано впервые, что это какая смелость, какое невероятное решение. Вот это вечный вопрос, нужно ли художнику смотреть, нужно ли художнику быть членом культурного потока. или наоборот, надо сидеть в глухой деревне, видеть только крапиву за забором, и вот тогда ты чистый, не подверженный никаким влияниям, изобретаешь какой-то свой велосипед. Оказалось, что нет. И пример этому очень простой. Все искусство огромной страны до сих пор, я ничего не хочу сказать плохого про другие города, которые замечательные и во многом лучше, было сосредоточено в двух столицах. Все-таки концентрация искусства была всегда в Петербурге, в Москве, в Москве и Петербурге. И трудно было бы устроить в Вышнем Волочке, хотя это замечательный город, никого не хочу обидеть, выставку художники Вышнего Волочка 70-х годов. Я думаю, практически невозможно, потому что лучшие художники из Вышнего Волочка, конечно, приезжали в Москву или в Петербург. Так вот, вот эта изолированность теперь, когда такие, когда мы видели музеи, когда мы видели другие набережные, когда мы видели другие глаза, говорит о том, что в общем художник, в широком смысле артист, не должен вести отчет от самого себя, он все-таки должен существовать в культурном потоке. Ничто не рождается из крапивы за забором. Этюд красивый, да, второй этюд тоже может быть, но ты не можешь, ты не можешь существовать в отрыве от коллег, которые разрабатывают, может быть, совершенно другие системы языка, ты должен по крайней мере о них знать. Все это было в 70-е годы, совершенно невозможно. я сейчас говорил о художниках, которые можно было считать официальными. Теперь поговорим вдруг о той группе, которая возникла, которым придумали термин нонконформисты. Откуда они взялись и сколько их было? Они взялись из этого города, они взялись ни ниоткуда, они просто внезапно появились. Вы все знаете о знаменитом опыте, который прогремел на весь мир, о московской бульдозерной выставке, где Оскар Рабин стоял, прижимая к себе картинку с Леонозовским забором, и на него на полном ходу отбегался огромный трейлер, или как он называется, трактор, не знаю, страшный какой-то, и он стоял как копный, особенно геройский поступок. И власти решили очень умно, они подумали, ну надо как-то выпустить немножко это, ну что же, уж совсем, весь мир писал, что Советский Союз, мировая держава, ядерная мировая держава, покоритель космоса, бульдозерами давит картинки, но это уж совсем было неудобно, поэтому в Ленинграде была организована выставка, выставка художников, не состоящих в Союзе художников. Вообще, кто такой художник? На мой взгляд, художник это который, это человек, который не работает акварелью в свое удовольствие или маслом, или пастелью по воскресеньям, а человек, который при любых условиях, при любых и в бараке в лагере на стене что-то царапает гвоздем. Художник это человек, которому надо что-то выразить. Очень часто это бывает наивно, но это уже другой разговор. Но это человек, который, в общем, если его лишить возможности что-то изображать, в общем, это может привести к летальному исходу. Это не... И вы прекрасно знаете, что искусство это не очень веселая и легкая скользящая, помогающая жить вещь. Вообще искусство зона риска, да, все хотят быть, все хотят видеть свои картины в музеях, это естественно, все хотят жить на свое творчество, все хотят попасть в коллекции, все хотят быть матиссами, чтобы встретить своего щукина. очень мало кому удается процентов отношений. Но, тем не менее, вот эти художники, которые появились на выставке в клуб, в знаменитом клубе ГАЗа, на окраине города, клуба Кировского завода, они по этому признаку, безусловно, были художники. Они работали, как известно, кочегарами, разнорабочими, сейчас не будем об этом говорить, об этом все знают, все много читали, но, тем не менее, внутри этой группы, я вам более-менее рассказал про союз художников, тоже была какая-то своя такая тихая раздробленность, никакого монолита, нет, вообще, трудно себе представить цех художников в ногу отшагающими куда-то вдаль, с палитрами наперевес, и чекарящими шаг, нет, конечно, другая масть, другой характер, каждый индивидуал, и среди этих художников, как выясняется, тоже было очень много людей, которые обладали талантом, примерно таким же, как те, которые писали членов полетбюро, хотя они были слева, очень много было людей, которые сомнительные, сомнительные, я сейчас скажу вещь, но разберем потом, где так хотите, плохо рисовали, да, а рисунок, не случайно эта выставка, она начинается с графики, и потом живопись, живопись здесь архитектурно висит выше рисунка, но рисунок это основа и графика самостоятельной искусства, так вот, были художники, которые плохо владели начальным этим ремеслом, хотя здесь мне могут возразить, что когда приехал Марк Захарович Шагал в Ленинград, его повели к Академии художеств, этот мировой старик, красивый стоял, стоял, молчал, а потом говорит, да, когда-то меня сюда не приняли за то, что я коленки не умел рисовать, опять-таки, но, что касается официальных художников, то, грубо говоря, маршировать они все умели, их всех научили рисовать, часто это мешало, вообще умение это одно но голова это совсем другое, вот какое-то счастливое соединение руки и головы и дают нам вещи, которые мы помним и которые что-то значат, и всех художников, которые собрались на эту выставку, набралось немного странно сказать, 42 человека, эти 42 человека откуда-то из мастерских, из подвалов, из коммунальных квартир, конечно, все друг друга знали, никаких сотовых телефонов не было, но связь была не хуже, и где что-то происходило, мы узнавали мгновенно, где какой-то поэтический вечер в Купчино, Купчино тогда это был малодоступный район, тем не менее набивалась огромная квартира, какой-то работал, особая система оповещения, одна из них была Невский проспект, и вот Невский проспект, которому Дмитрий Сергеевич Лихачев дал времени суток абсолютно топонимическое название, он сказал, когда идешь по освещенной стороне Невского, всем понятно, да, всем понятно, после четырех часов освещенная сторона Невского, это там, где Норд, это там, где Пассаж, так вот, эта освещенная сторона Невского, если пройти было от улицы Гоголя, ныне Морской, до Владимирского, до Литейного, там, где направо был Зайгон, ты прекрасно знал, что будет на неделе, что происходит сегодня, ты встречал всех, такой был клуб, и эти 42 человека выставили свои работы, Вот одна, мне кажется, может меня поправить директор Манежа, мой уважаемый Павел, что одна из задач вот этой экспозиции, куда мы поднимемся, показать, что среди и тех художников, которые были почти на государственном довольстве, и тех художников, которые не были ни на каком довольствии, были и художники, и не художники, конечно, задача любой выставки отобрать художников, на мой взгляд, это получилось здесь, в общем, представлен весь спектр, художников немного здесь, если учесть, что прошло уже 70-х годов, почти 50 лет, 150 художников, немного, но выбор точный, на мой взгляд, может быть, кого-то и нет, но это очень трудно найти, и наоборот, художники, которых трудно найти, потому что они все не в этой стране, их работы, они здесь представлены, и эта выставка показала еще один очень верный признак, что искусство, что не искусство, когда проходит, когда нас отделяет от подписи, на которой стоит год и дата, большая подушка воздуха, работа как-то становится чище, и многие работы, они как бы приобретают какую-то законченности, они приобретают какую-то канонизацию, в это время канонизируют какие-то вещи, а какие-то выбрасывают. Я вам должен сказать, что здесь висят две работы Евгения Рухина, художник, который трагически погиб в 75-м году, который вызывал недоумение даже у нас, его окружавших. Это был двухметровый красавец, закончивший геологический факультет университета, вполне обеспеченный, он не был богемой, он шил костюмы в ателье на конногвардейском бульваре, такое дорогое ателье, он всегда был отлично одет, у него было трое детей, отдельная квартира на английской набережной. Тем не менее, этот человек делал самые радикальные вещи на тот момент, которые можно себе было представить. Он делал невероятные какие-то эксперименты. Нас отделяет 50 лет, и мы видим, по крайней мере, это понятно, кто интересуется искусством, что многие работы Жени Рухина, они просто попадают в ту интеллектуальную исследовательскую струю художественную. То есть, он решал те же проблемы, которые в это время решали представители, великие представители Нью-Йоркской школы. Конечно, по-своему, но в силу нашей изоляции, в силу нашей не очень большой грамотности, это нам казалось таким волшебным хулиганством. Оказалось, что вовсе нет, что это одни из самых серьезных работ, что это очень серьезно, это мировой уровень, уж теперь мы можем говорить. Или Михнов, Войтенко, русский полок, как его называют, совершенно не русский полок, но занимался красками, мгновенными сочетаниями линий краски, сливания этих красок в очень короткий промежуток времени на поверхности. Мы чувствовали, что за ним что-то стоит, что это очень серьезно, но то, что это абсолютно музейный художник, что любая даже его не очень сильная вещь все равно несет на себе отпечаток, таланты, не говоря уже о превосходных вещах, которые просто прорыв, они вполне музейные, они вполне международные. Многие провалились, многие стали каноническими. Идет нормальный процесс, все в порядке, сейчас поднимемся наверх и я вам расскажу про многих еще, глядя на картины. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо огромное, Анатолий Павлович. Я, может быть, скажу такое немножко трогательное, немножко пафосное вещь. Спасибо огромное за возможность прикоснуться к вечности с вашей помощью. Небольшой перерыв. Может быть, кто-то хочет задать вопрос Анатолию Павловичу. Я смогу передать микрофон. Если нет, тогда буквально через какое-то время мы продолжим эту встречу, но уже внутри экспозиции наверху. Извините, я предлагаю, миновав первый этаж, спуститься наверх. будем использовать практику музея Гокенхайна. То есть, гораздо легче спускаться сверху, чем подниматься наверх. Согласны? Ты говори. Анатолий Павлович, маленький подарок. Это книжка, посвященная 40-летию Манежа. Часть, теперь уже часть, часть нашей истории. Спасибо огромное. Спасибо. овоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо